Возвращаясь дальше, значит, любимая тема, да, любимое место отдыха Турция, с которой мы вроде бы задружились снова. Вопрос, почему? Значит, я напоминаю, что когда сбили самолет, то произошло два замечательных события. Первое стояло в том, что сбитие нашего самолета произошло по линии премьер-министр Турции, бывший Давут Аглу и начальник генерального штаба турецкой армии. Оба этнические крымские татары. Оба находятся под довольно сильным влиянием финансового лобби американского, то есть той же команды, которая стоит за Хиллари Клинтон. То есть это Клинтон, Петриос, это, соответственно, ИГИЛ, вот эта вот команда. Это они это сделали. Я сильно подозреваю, что Эрдоган про это вообще ничего не знал. Но имидж Эрдогана внутри Турции не позволяет ему сказать, что он что-то не знал. По этой причине он был вынужден взять ответственность на себя, после чего разругался с Путиным. А вот теперь давайте смотреть. Опять-таки, экономика. Я сейчас изложу логику абсолютно объективную, которая совершенно не зависит от того, кто находится во главе Турции. Турция в 60-е, в 70-е годы была очень бедной страной. А вот дальше она под развитие Евросоюза и под эмиссию в рамках эрегономики начала массовое производство ширпотреба прежде всего для Евросоюза. Евросоюз главный рынок. И на этом внешнем рынке Турция поднялась. То есть уровень жизни в Турции сильно вырос. Туда стали вкладываться довольно большие инвестиции, особенно вот в Средиземноморский регион и так далее. Кстати, в глубинке турецкой до сих пор не очень богато живут. Так вот, а в этой самой Турции Эрдоган, который, безусловно, игрок и глобальный игрок, он стал задумываться над вопросом, а что будет дальше. И когда начался кризис, а кризис начался, напомню, довольно давно, в 2008 году, стало понятно, что рассчитывать на Евросоюз достаточно спорно. А, это мы сейчас, вот, в качестве фона, да, в качестве фона, да, сейчас включим Слепакова в качестве фона. Вот, значит, а, и он начал искать новые варианты для Турции. Для него эта вещь важная, реально важная. А прежде всего он, естественно, стал думать о той конструкции, которая была еще, ну, в общем, сто лет тому назад еще была. Это Османская империя. И вот здесь он столкнулся с двумя проблемами. Первая стоит в том, что арабы, которые за эти сто лет стали сильно более самостоятельными, не любят, не любят турок. Это первое. А второе, что его, Османскую империю, люто ненавидит политический ислам. Дело в том, что в Османской империи ислам был на положении министерства, одного из рядовых. И это министерство, в общем, мог возглавлять кто угодно, в том числе и вообще не мусульманин. Кстати, примерно такой же статус был у православия в Российской империи. И в этой ситуации политический ислам говорит, нет, никакого возрождения Османской империи. Никакого. Здесь у Эрдогана вышел облом. Вторая попытка была, это тюркский мир. Пантюркизм тоже не прошел, потому что тут даже азербайджанцы начали рыпаться, не говоря уже про всех остальных. А дальше кризис продолжается. И Турция постепенно начала двигаться в сторону единственного понятного для себя рынка, а именно в сторону России. Это, безусловно, не понравилось американским финансистам. И против Эрдогана начались атаки. Мы видим и турецкая диаспора в Соединенных Штатах Америки, и, соответственно, курды и все остальное. И в этот момент, когда уже стало понятно, что Эрдогана тянет к России, устроили вот эту вот провокацию с самолетом. Напомню, что турецкие военные, которые всегда находились с Эрдоганом в сложных отношениях, он, по крайней мере, два или три крупных процесса против военных организовывал, а военные турецкие находятся под очень сильным американским контролем. И, может быть, у Клинтон бы эта линия бы и прошла, если бы не референдум в Великобритании, после которого стало понятно, что начала рушиться система вся европейская, то есть Евросоюз. То есть вопрос о рынках внешних уже приобрел некоторое абстрактное значение, типа когда-нибудь. А очень скоро, и в этой ситуации, Эрдоган тут же, как только референдум в Великобритании завершился так, как он завершился, то есть победой изоляционистов, он написал письмо Путину, а потом с ним 45 минут разговаривал. И даже не важно, что он написал, как вы понимаете, за 45 минут много чего можно важного сказать. При этом наш наезд на Турцию, который был, конечно, немножко таким киношным, он на самом деле был осмысленным по очень простой причине. Это Восток. На Востоке все нужно делать немножко демонстративно. То есть показывая, что вот это вот все очень тяжело и сложно. Вот на Западе, наоборот, там традиция, что надо наоборот сразу не отвечать, а потом долго ждать, затаив. Как это? Месть это такое блюдо, которое надо подавать холодным. Вспомните, крестного отца. А на Востоке иначе. На Востоке нужно очень долго топать ногами, махать руками, изображать свое дикое возмущение, а потом втихаря через посредников, которым в данном случае выступал Назарбаев, решать вопрос. Ребят, ну вот это компенсации. Я напомню, что один очень умный турецкий эксперт, я, кстати, не помню кто, сразу после сбития турецкого самолета сказал, через полгода ситуация между Россией и Турцией нормализуется, сказал он, но Турции придется поступиться многими вещами, которые сегодня они пока отдавать не готовы. Ровно так, скорее всего, и произойдет. Ну, собственно, уже у нас на глазах происходит. Вот, ну, на самом деле, собственно, подрались прилюдно и извинились тайком. Ничего себе тайком письмо направили, про которое все знают. Другое дело, что нужно понимать, что все, кто сегодня в СМИ активно объясняет, какие турки лицемеры, что в письме на самом деле не извинение еще чего-то, это есть пресловутая пятая колонна тайной агентуры Соединенных Штатов Америки. Они, ну, точнее сказать, финансистов, потому что Трамп сугубо приветствует отношения России с Турцией. А, кстати, еще одно есть маленькое замечание. Если я прав в части того, что британцы хотят окучить и объединить суннитский исламский мир, то им нужно решить две задачи. Первое, убрать лидеров потенциальных этого мира, отличных от себя, это как раз Турция, и поэтому англичане сейчас будут пинками загонять Турцию в Евразийский экономический союз. А второе, нужно объединить суннитов на почве борьбы с главным врагом. Поэтому я думаю, что сейчас отношения Великобритании к Израилю напоминают отношения 48-49 года. То есть те люди, которые за Израиль, это идейные и принципиальные враги Великобритании. Вот как бы, вот это нужно понимать.